Помочь вернуться домой людям, оставшимся без крова, навестить пенсионеров, накормить голодных. Все это жители Астаны Денис Ким и Айдана Кентаева делают добровольно, за простое спасибо. Своим примером они показывают, что уделить время нуждающимся может каждый. Каково это быть волонтером, увидела Сабина Сексимбаева. Почти каждое утро житель Астаны Денис Ким начинает с доброго дела. Сегодняшний день не исключение. Контейнер с горячим обедом, чай и теплая одежда. Вот с чем молодой человек приходит к тем, кто остался без денег, документов и крыши над головой. Видел, что люди просто зимой начинают кушать замороженные продукты. И пришла идея варить супы, выносить, кормить. Поначалу Денис все делал сам. Сейчас в его команде около 10 человек. Дежурят по очереди. Раньше мы просто кормили. Глубоко так мы не спрашивали. Но просто один раз уже подошел парень и попросил отправить домой. После этого мы стали интересоваться у людей и стали отправлять домой. Это люди-приезжие, которые приезжают сюда, остаются без работы и вынуждены быть на улице. Были даже такие случаи, когда молодые парни, 21 год, он жил тоже около трех месяцев на улице. Мы отправили, он сейчас звонит, говорит спасибо. За полгода домой отправились уже 40 человек. И это, как отмечает Денис, не предел. В планах у него открыть хостел для тех, кто остался без крова. Там они смогут поесть, если надо переночевать. Группа добровольца во главе с молодым человеком сейчас работает над созданием благотворительного фонда. Название он будет носить символическое – «Новая жизнь». Внимания и общения часто не хватает и старшему поколению. Одиннадцатиклассница Айдана за короткое время сумела организовать целое движение. Вместе с друзьями в свободное от учебы время она помогает пенсионерам. Изначально мы все мы ездили с мамой на Артем. Там стояла бабушка, она просила милостыни. Мы зашли в магазин, купили продукты, вышли, она уже уехала. Мы как бы с мамой решили, что надо что-то придумать. Я пришла в магазин, поговорила с директором, он согласился, сказал, хорошо, выделю уголок. Люди приносят продукты, в конце недели мы их забираем и в этот возим нуждающимся именно бабушкам, дедушкам, пенсионерам, тиранам. Сейчас Антонине Васильевне 89. Ее супруга не стала 20 лет назад. Сегодня пенсионерка живет одна. Я же никуда не могу идти. Поэтому девчонки ходят. Вот они сходят, вон то какие-то таблетки, то какие-то принесут. Натя вот самая гладшая. И Ваня, они двое, а это внуки. Сейчас уже 30 волонтеров у нас, которые мне писали, действительно хотят помочь. С университета, все школы, с колледжей. У нас есть даже взрослые люди, которые уже работают очень многие. Многие уже и работают, и учатся в университете. Много занятых людей, но они выделяют время и в каждой уходной прямой ходят, помогают. Среди желающих помочь встречаются известные люди. Например, баскетболисты клуба «Астана» тоже приняли участие в благотворительной акции. Накануне важной игры спортсмены успели побыть в роли официантов и обслужить посетителей кафе. Все для того, чтобы вырученные средства направить на лечение детей с онкозаболеваниями. Мы всегда рады приветствовать и рады участвовать в этих мероприятиях. Наверное, делать для того, чтобы ребята, именно молодежь наша видела, чтобы, наверное, где-то на нас равнялись. Количество людей, готовых безвозмездно помогать другим, только растет. Немалую роль в этом играют и социальные сети. Через них можно предложить свою помощь или стать частью благотворительного движения. Сабина Сексимбаева, Ерлан Наурызбаев, Бахтияр Заев, Наурызбазаров, 24КИЗ.